Всем привет! Вы на канале Андрея Тертхи. Наверняка все, и многие точнее, может быть не все слышали такое понятие, что майские жуки, вообще много видов жуков, по согласно закону физики, летать вообще не могут. Потому что их размах крыльев и подкрылков недостаточно, чтобы опираться на воздух, то есть мы это знаем. И физики, тем не менее, не могут это объяснить, как и почему это происходит. Сейчас я объясню и многим станет просто и понятно, как на самом деле это происходит. Если взять такой простой опыт провести, взять два подкрылка, то есть и попробовать положить один на один. То есть они друг от друга по какой-то непонятной причине отталкиваются, создается такое впечатление, что как будто они наэлектролизованы. То есть вот по этой причине они друг от друга отталкиваются. Это говорит о том, что эти на самом деле подкрылки, они как бы ведут себя как антигравитационная платформа Гребенникова. В течение двух лет Гребенников исследовал это загадочное волновое излучение и в конечном счете построил работающий гравитоплан. Устройство работало на эффекте полостных структур и позволяло передвигаться с огромной для атмосферы скоростью. Во время полета гравитоплана создавался волновой кокон, который позволял передвигаться, как бы раздвигая пространство. Иными словами, на него не действовал ни встречный ветер, ни инерция. Изучая вот это свойство подкрылков, на которые обратил Гребенников, он пришел к выводу, что можно создать свой знаменитый гравитоплан. И благодаря этому опыту, который он провел и случайно, точнее, увидел, он создал свою гравитационную платформу и на ней летал, перемещался. Более того, есть множество людей, которые также повторили этот опыт, также создали некие устройства. Когда мы можем видеть, положим некий предмет на это устройство, оно теряет, как бы левитирует, ну, отталкивается, другими словами. То есть, есть несколько видов опытов. То, что люди создали это устройство и благодаря этому некоторые предметы, то есть, как бы, теряли свою массу, то есть, вес. Можете ли вы себе представить. Также вот есть такой опыт, который человек болгарин, он перемещается в пространстве. Есть некий посох. Сразу говорю, я к этому очень сильно скептически отношусь. То есть, это на самом деле у меня вызывает сомнения. Очень сильно похоже на то, что он немножко, мягко говоря, приврал. То есть, я думаю, что это устройство не совсем рабочее или вообще не рабочее. Но, тем не менее, эффект сделан очень качественно и красочно. До сих пор я не знаю, как ему это удалось сделать вот этот вот посох, благодаря которому он перемещается, можно так сказать, в пространстве и во времени. То есть, его скорость камера не успевает зафиксировать, как он перемещается. Как он это сделал, я до сих пор не знаю. Возможно, это видеомонтаж или еще как-то, но я пробовал создать такой же видеомонтаж для того, чтобы в свое время я хотел это разоблачить. У меня ничего не получилось. Как ему это удалось, мне тяжело понять. Факт остается фактом, что есть платформа Гребенникова, которую он создал и благодаря которой он перемещался в пространстве. То есть, точнее, на ней летал. Вот такая вот вещь на самом деле. То есть, если бы факт остается фактом, что жуки обладают некой антигравитацией, благодаря этому они летают, понимаете. И если мы поймем, а не будем отрицать, что этого не может быть, это не существует, а начнем это изучать, то мы поймем, как можно создать платформу, точнее, повторить платформу Гребенникова. Понимаете? На самом деле. Ссылочку на эти видео я оставлю под видео. На сегодня вот такое вот видео. Так что всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания. До свидания всем. Подписываемся на мой канал.